Мангостовская область в числе лидеров по темпам строительства, однако накопленный за годы строительный мусор привел к негативным последствиям. В регионе до сих пор не решен вопрос с переработкой твердобытовых отходов. Предприниматели неохотно берутся за это дело, а большинство существующих полигонов не соответствуют санитарным требованиям. Жанар Масугутов разбиралась. По словам специалистов Управления природопользования, Мангисталские мусорные полигоны – это непаханное поле для переработчиков ТБО. Плюс объемы строительного мусора, поступающий на полигоны за пять лет, увеличились вдвое. Но в регионе заниматься этой проблемой некому. Точнее, есть предприятия, которые только сортируют и экспортируют в соседние страны. Эти отходы мы собираем по нашему городу и дальше отправляем на переработку. На сегодняшний момент наше предприятие нуждается в рабочей силе. Я официально заявляю о том, что могу принять на работу людей, нуждающихся в стабильном заработке и людей, которые осознанно придут к очистке нашей планеты. В этом цехе за прошедший год этап сортировки прошли около 700 тонн макулатуры, 500 тонн полиэтилена, 200 тонн пластика. Но результаты, по словам специалистов, ничтожно малы. Ведь ежегодно в Магистал скапливается до 180 тысяч тонн мусора. Сортировкой твердых бытовых отходов занимаются лишь 11 индивидуальных предпринимателей. Мы можем передать в доверительное управление эти огромные залежи. Главная проблема – в отсутствии интереса предпринимателей в переработке мусора. В 2021 году 27% бытовых отходов, вывезенных из населенных пунктов области, были отправлены на переработку в страны с ближнего зарубежья. Сортировка пока это все, что могут предложить предприятия в регионе. Между тем, власти обещают, в этом году планируется запуск цеха по переработке мусора мощностью 150 квадратных метров в месяц. Если это удастся, тогда предприниматели скорее возьмутся за полигоны в Баянды, Мунайло и Жанаусени. Субтитры создавал DimaTorzok